Виноваты все вокруг, кроме меня самого. Всем вы не угодите. Получается, многие болезни, они просто от головы. Как вот эти нервы сохранить? Столько стресса, негатива вокруг. В аптеках продают много средств для этого. Наверняка вы слышали выражение «все болезни от нервов». И порой кажется, что это действительно так. Вспомните, когда вы испытывали определенные эмоции, как на них реагировал ваш организм. В этом специальном репортаже разберемся, правда ли эмоции могут быть губительными для нашего здоровья. Простыми словами, психосоматика – это направление в медицине, которое изучает влияние эмоций на здоровье человека. Проблемы на работе, в семье, отношениях с окружающими так или иначе заставляют нас испытывать негативные эмоции. Но все ли умеют правильно с ними справляться? Эмоции – это физиология. Эмоции не появляются просто так. Эмоции появляются тогда, когда есть какая-то потребность у организма. Эмоция не просто так, она необходима для того, чтобы удовлетворить какую-то потребность. Очень многие люди считают, что вот эти психологические проявления, эмоциональные проявления, они какие-то амнистические, волшебные, магические. А это тоже физиология, которая оставляет за собой определенный след. Как это работает? Мы живем в социуме, где на нас налагают определенные роли. Например, женщина, врач, и идешь домой, и ты одеваешь роль мамы, там мама тоже не может проявлять отрицательных эмоций. Потом жена, а жена тоже не может проявлять отрицательных эмоций. И человек все это держит внутри. А что такое эмоции? Эмоции – это в первую очередь энергия, напряжение. И это напряжение начинает копиться. Копиться, 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 копиться. И организму необходимо ее выплеснуть, потому что ее слишком много внутри. Мужчины, они более эмоционально тупые, то есть такой термин, да, то, что они меньше проявляют эмоции. Они проявляют в основном две эмоции – это радость и злость. А женщин диапазон эмоциональный намного больше. Но они не проявляют такие эмоции, как гнев и злость как раз-таки. Бросаться из крайности в крайность, делить мир на черное и белое. Иногда все мы этим грешим. Особенно в минуты отчаяния. Конечно, так бывает не у всех. А как у вас дела? Плохо. Погода хорошая, настроение хорошее. Всегда надеешься на лучшее. Ну, в общем-то, реальность говорит о другом. Продуктовый рынок загажен абсолютно. Ничего хорошего нет. Как встал, значит, живой, значит, надо жить, веселиться, куда-то ходить, с кем-то общаться, на улицу ходить. А сейчас такая погода хорошая. Мы сегодня со своей соседкой вышли специально, пришли сюда. Вы думаете, что стакан наполовину пуст? Да-да, почти так. Как работает психосоматика? Если у нас есть нервы, да, если по ним выходят эмоции, да, это нормально. Для того, чтобы правильно выплескивать свои эмоции, человеку нужно научиться быть, ну, банально сейчас буду учить, в гармонии с самим собой. Но если мы не найдем саму причину, почему эмоция появилась, какая потребность не удовлетворена, да, то эти эмоции мы, конечно, сбросим, но они потом опять накопятся. Но если мы будем закрывать все вот эти потребности, уметь за себя стоять, уметь за себя говорить, да, уметь отстаивать свои интересы, в первую очередь это уделение себе времени именно самому, выходя из этих ролей. То есть это должно быть вне дома, вне работы, да, социальные одобряющие места, где можно проявлять эмоции. Тот же самый спорт. Это необходимо, и тогда мы будем чувствовать себя гармонично и спокойно. Я знаю людей, и немало, которые в поисках себя и гармонии идут к шаманам, гадалкам в надежде, что им укажут верный путь. А помогает ли это? Мистический интерес, он всегда был, и это, ну, в культуре у нас заложено, да, и это больше не получение информации, а желание сбросить напряжение. Иногда нужно принять, что будет плохо. Прожить вот эти отрицательные эмоции, для чего они нужны? Потому что происходит изменение мира, мир изменился. Если мы будем говорить, ну, все будет хорошо, пользоваться старыми механизмами, да, то мы ни к чему не придем. А если мы будем понимать, что мир изменился, и чем быстрее мы попадем в эти отрицательные эмоции, тем быстрее мы начнем принимать новый мир, новые условия, и тем быстрее мы начнем адаптироваться к нему. Ответственность за то, какую информацию вы получаете, лежит на вас. Даже как бы там ни влияли, с каждого у тебя бы не кричали, да, вы должны понимать одно, одно, да. Ответственность за то, что попадает вам в голову, несете вы. Виноваты все вокруг, кроме меня самого. Но когда мы, это детская позиция, нужно брать взрослую позицию, что я сам несу ответственность за то, какая у меня вокруг атмосфера. Всем вы не угодите, а может и не надо никому угождать. Может, нужно в первую очередь подумать о себе? Потому что если вы о себе не подумаете, увы, никто о вас и не подумает. Гастрит, язва, экзема и головные боли. Проблемы со здоровьем зачастую связаны с нашим психологическим состоянием. Эмоция здесь не причина болезни, а ее провокатор. Большинство моих клиентов, когда я спрашиваю, да, я понимаю, что человек что-то сдерживает, допустим, условно, тоже злость, не предъявляет ее в контакте. Я сразу, прям задаю сразу вопрос, а вот, что у вас в голове? Болит часто, ну, понятно, все ясно. Бывают люди, которые часто ходят по больницам. Вот у них вроде все нормально, но они все равно туда идут зачем-то, да. Но это тоже, допустим, про такой способ позаботиться о себе. Есть разница от региона, то есть где ты живешь? Какой человек? Сдержанный, закрытый, открытый? Если исходить из того, что все у нас проблемы с детства, то в каждом регионе есть какие-то особенности воспитания. Допустим, если брать центральную Россию, да, ну, это там Москва, там Нижний Новгород, еще что-то, то там люди более такие обособленные, они более такие закрытые, они живут по одному. Получается, многие болезни, они просто от головы, то есть без каких-то недосказанностей, стресса. Когда я начинаю работать, я всегда первое, на что обращаю внимание, это дышит человек или нет. Потому что физически для того, чтобы создать тревогу, тревога – это физическое ощущение, физиологическое, нужно задержать свое дыхание. Вот даже если человек понервничал, да, и он нервничает на протяжении какого-то постоянного времени, допустим, два месяца, у него какой-то стресс постоянный, да, вот ему что-то там не нравится, и это в любом случае скажется на иммунитете. А различия в менталитете как-то вот в людях заметили? Семейная система, у вас более такая какая-то, у нее жесткие границы. А что обо мне другие подумают, или а что моя мама обо мне подумает, а как я буду жить без своей мамы, как я… Ну, то есть очень большая зависимость в семье, между членами семьи. Это, с одной стороны, хорошо в том месте, где есть много поддержки. Я уже говорила, что в центральной части России такого нет, и поддержки немного меньше. Если говорить про ваш край, да, то вот там мы будем сепарироваться, условно отделяться, учиться опираться на себя, на свои ощущения и выбирать себя. Итак, вот основные советы от наших экспертов. Порой, чтобы успокоиться и прийти в себя, достаточно просто глубоко подышать. Также нужно уделять время не только семье, друзьям и партнеру, но и себе. Это может быть просто прогулка или день дома. Физические нагрузки также помогают снять эмоциональное напряжение. И, конечно, эмоции не могут быть причиной заболеваний, но при этом могут их спровоцировать. Важно следить не только за физическим, но и за психическим здоровьем. Такие простые правила помогут вам всегда оставаться, как модно говорить, в ресурсе. Слушаем аффирмации. Ты слушаешь? Да. Слушаем аффирмации. Начинаем день с позитивных новостей. Слушаем хорошую, приятную музыку. Вот. А думаете, если верить, что все будет хорошо, так и будет? Конечно. Конечно. Это сила мысли, это очень важно, важно мыслить позитивно. Что нужно в каждом дне находить какую-то даже самую маленькую радость. Ну, например, там, если хорошая погода, или, например, хорошо там дети учатся. Или просто, я не знаю, там, хорошие друзья рядом, родители. Ну, в каждом дне находить что-то обыденное и радоваться этому, я думаю, это есть счастье. Аудио или видео еще будет? Видео тоже. Еще классно еще покажете? Конечно. Ну, они такие странные. Как вот эти нервы сохранить? У нас только стресса, негатива вокруг. В аптеках продают много средств для этого. Дело всегда находится в самом человеке. Как он мыслит, как он воспринимает информацию, какую-либо вообще, ну, извне, и как он это видит. Нужно встать с той ноги, сделать зарядочку, принять хороший душ, прохладный. Хорошо позавтракать, собраться с мыслями. Да нужно просто смотреть на все, как есть, принимать, как должно все. От нас не зависящее принимать, а зависящее бороться за лучшее. В наше время много плохих мыслей, я думаю, у всех в голову приходит. Как жить дальше, что будет. Ну, стоит, думаю, настроиться на позитивную волну. В каждом моменте можно найти что-то положительное. Ну и мой личный совет – чаще улыбайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!